Нардеп Наталья Королевская продает угольный бизнес. Депутат от АПО Блока выставила на продажу львовскую угольную компанию. Наталья Королевская выставила на продажу ПАО. Львовская угольная компания, владеющая центральной обогатительной фабрикой Червоноградская. Об этом сообщает экономическая правда со ссылкой на источник на рынке. По его словам, предложение о покупке этого предприятия получили все ключевые игроки. ДТК Рената Ахметова, Донбасс Энерго и неофициальный куратор государственной угольной отрасли Виталий Кропачев. В разговоре Кропачев подтвердил эту информацию. Предложение о покупке львовской угольной компании я получил где-то полтора месяца назад, сказал он. Кропачев отказался уточнить цену предложения, но сообщил, что сейчас она не играет основную роль в принятии им окончательного решения по этому поводу. Завышенной цены нет. По этой фабрике нужно понять, для чего ее вообще можно использовать. У нее ужасное техническое состояние, а ресурса, угля, нет, сказал Кропачев. Как сообщала, первая информация о продаже львовской угольной компании появилась еще в прошлом году. Но на тот момент инициатором ее приобретения был сам Виталий Кропачев. «Мы даем за фабрику 2 миллиона долларов. Это максимум, пока думают», – минус сообщал он тогда. Аналитическое агентство «Олигарх» зафиксировало официальное подтверждение перехода обогатительных фабрик сына экс-президента к Виталию Кропачеву. ЦАФ Украина – одна из пяти фабрик по обогащению добываемого государственными шахтами угля, которая управлялась группой ДРФЦ из орбиты Александра Януковича старшего сына экс-президента. В этот список также входили фабрики «Узловская», «Красная звезда», «Комсомольская Россия». Общая мощность обогатительных фабрик – 14 миллионов тонн угля в год. Три фабрики – «Комсомольская», «Украина» и «Россия», расположены на подконтрольной Украине территории и продолжают работать с украинскими государственными шахтами. 24 марта ЦАФ Украина сообщила о смене владельца небольшого пакета в размере 21,6% акций, который был оформлен не на ООО ДРФЦ, как и в других фабриках, а на один из фондов группы «Альтерофинанс». Пакет висел на нем со времен приватизации блокпакетов обогатительных фабрик в 2012 году. Новым акционером фабрики стала ООО «Карданинвест», недавно сменивший прописку и переехавший из Мариуполя в Киев. Его единоличный учредитель – бывший депутат Донецкого областного совета Виталий Крыпачев. Контрольный пакет акций Украины по-прежнему оформлен на ООО ДРФЦ, которым, в свою очередь, владеет офшор их британских Виргинских островов Сарони Олдингс Лимитер. Но собственники этой компании, сменившие прописки из Донецка на Мирноград, бывший Димитров, скорее всего, также изменились. О назначении Виталия Крыпачева неофициальным смотрящим за государственным угольным сектором Украина экономическая правда сообщала в конце прошлого года. Его покровителем был назван Игорь Кононенко, армейский товарищ и ключевой партнер президента Петра Порошенко, который сейчас является первым заместителем главы фракции БПП в Верховной Раде. На тот момент Крыпачев только планировал включить обогатительные фабрики Александра Януковича в свою орбиту. О влиянии Крыпачева говорит один факт. Недалеко от Министерства энергетики угольной промышленности, на улице Богдана Хмельницкого, 26 находится здание, которое принадлежит дочери Виталия Крыпачева. Именно о нем нам рассказывали в независимых профсоюзах горняков едва на каждой шахте сели до уголь. Министр энергетики Игорь Насалик признал, что прислушивается к советам Крыпачева. Активисты и медиа называют последнего новым смотрящим по угольной отраслью от президентского окружения, говорится в расследовании Громадского, посвященном угольным закупкам. О том, что Крыпачев стал управлять упомянутыми фабриками Комсомольская, Украина и Россия, может свидетельствовать их клиента ориентированность. С недавних пор они буквально завалены заказами на обогащение угля от государственных угольных объединений, входящих в сферу управления Министерства энергетики. Например, ГП «Красноармейский уголь» 3 февраля заключила соглашение СПА «Центральная обогатительная фабрика Комсомольская» об услугах по обогащению угля на 66,7 миллиона гривен. В течение года со дня подписания договора фабрика переработает 695 тысяч тонн угля по 96 гривен за тонну. По данным наших грошей, это дороже всех тендерных цен 2016 года на предприятиях Донбасса. На этом Крыпачев не собирается останавливаться. По данным СМИ, сейчас он сосредоточен на выкупе ПАО. Львовская угольная компания, которая владеет единственной углебогатительной фабрикой Западной Украины, Червоноградской, фабрика, как сообщало аналитическое агентство «Олигарх», входит в орбиту Луганской угольной королевы Натальи Королевской. Кроме того, Крыпачев не так давно, по данным «Олигарха», начал переговоры о выкупе обогатительных фабрик, находящихся на подконтрольной украинским властям территории. У экс-нардепа от партии регионов Андрея Орлова. Благо, еще в ноябре прошлого года прокуратурой Донецкой области было открыто уголовное производство, по части. Пятой статьи. 191 УК Украины, присвоение, растраты имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, в рамках которого следователи начали очень активно изучать схемы компании Орлова, включая Энергоимпекс, по обогащению добытого угля и выводу государственных средств теневой сектора экономики.